МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, на 50-гривневой купюре также можно увидеть портрет Михаила Сергеевича. Почему же украинцы так уважают эту историческую фигуру? Грушевский – это творец украинской нации, модерного понимания украинского национального человека. Если Шевченко считают пророком нации, то чтобы нация стала модерной, нужно было создать украинский научный литературный язык. Необходимо было вывести украинскую науку на широкое пространство, подготовить людей, которые мыслят по-украински, которые понимают, что такое украинская отделенность. Нужно было создавать украинские музеи и другие подобные вещи. Все это сделал Михаил Грушевский. Поэтому можно смело утверждать, что Грушевский – это был Шевченко 20-го столетия для украинского народа. Михаил Грушевский был потомком давнего украинского казацкого рода, который походил с Чигиринщины. Это нынешняя Черкасская область. Все свои юные годы он прожил за пределами Украины и каждый раз мечтал о возвращении на родину. Родился Грушевский 29 сентября 1866 года в польском городке Холл. Ныне Хелм – в семье учителя словесности. А вырос Михаил на Кавказе, куда семья переехала из-за болезни отца. Учился он в Тифлисской гимназии. И только после ее окончания Грушевский приезжает в Украину, чтобы получить высшее образование на историко-филологическом факультете Киевского университета Святого Владимира. Немаловажную роль в становлении Грушевского как будущего историка сыграл украинский ученый, археолог, этнограф, профессор Киевского университета Владимир Антонович. Именно по его рекомендации после окончания университета Михаила Грушевского назначают на должность ординарного профессора кафедры истории Львовского универа. По настоятельному прошению украинской и польской репрезентации в австро-венгерском парламенте в 1894 году в университете открыли кафедру истории Украины. Правда, название у нее было очень странное. Кафедра истории восточных славян с особым взглядом на украинскую историю. То есть министр образования тогдашней Австро-Венгрии говорил, что история Украины не является предметом научного исследования. Тем не менее, произошло так, что благодаря Михаилу Грушевскому эта кафедра стала целой академией. Стала тем, что впоследствии возродила украинскую нацию. С начала 90-х годов 19-го столетия и вплоть до трагических событий начала Первой мировой войны Грушевский на протяжении 20 лет преподавал историю Украины во Львовском университете. Лекции касались тематики эпох от возникновения исторической жизни на украинских землях, так и событий, которые происходили в 18-19 столетии. Он не только отыскал много новых источников по давней истории, но и опроверг некоторые ошибки древних летописцев и историков из других стран. Он ставил перед собой задачу выстроить историю Украины, которая бы последовательно вела отсчет от начала Киевской Руси, а может и раньше. Это все тогда воспринималось на таком абсолютно бедном фундаменте. И выстроить ее к современности. Но сделать все это на фактическом материале. И он это делал, публиковал все эти материалы, архивы. Он там был как рыба в воде. И на сегодняшний день, к величайшему сожалению, много этих архивов утрачено. Мы их можем восстановить только по книгам Михаила Грушевского. За время председательства Грушевского в научном обществе имени Шевченко было создано более 400 научных публикаций. Среди них особо отличалась история Украины-Руси. Со временем этот фундаментальный труд назовут метрическим свидетельством украинского народа. Издание такого научного исследования украинцы восприняли с большим восторгом, поскольку фактически впервые была описана настоящая история нации. В этом многотомнике Грушевский научно обосновал схему развития истории украинского народа отдельно от своих соседей и по происхождению, по политической, хозяйственной и культурной жизни. История Украины-Руси стала своеобразным синтезом исторических знаний конца 19-го, начала 20-го столетия. Она базируется на серьезных источниках и исследованиях сопредельных наук, археологии, лингвистики, социологии, этнографии и фольклористики. История Украины-Руси была уникальным изданием. Ни один из тогдашних мировых народов не имел такой полной энциклопедической истории своего народа, своей страны. И когда я смотрю на обложку первых томов, смотрю, когда они изданы, меня это чрезвычайно вдохновляет. История Украины-Руси зарождалась во Львове. Именно здесь Грушевский ощутил благоприятный климат для научного творчества, для свободного высказывания своей украинской мысли, своего украинского характера, для того, чтобы реализовать себя в научном творчестве. С началом Первой мировой войны Грушевский решил вернуться в Киев. Но российская власть была враждебно настроена к ученому. 11 декабря 1914 года он был арестован жандармерией, и ему предъявили обвинения в причастности к созданию легиона украинских сечевых стрельцов. В марте 1915 Грушевского отправили в ссылку, в город Симбирск. Через некоторое время ему разрешили переехать в Казань, где он смог продолжить научную деятельность позже и в Москву. Ходотайством о переведении Грушевского в Москву занимался выдающийся ученый-академик Владимир Вернацкий. Он вместе с другими учеными Русской академии наук и Московского университета отправили министру внутренних дел Хвостову письмо, в котором указывалось, что все мероприятия, направленные против Грушевского, являются безрассудными и недопустимыми. Именно в Москве Грушевский узнал о февральской революции. В марте 1917 года после свержения русского царя в Киеве создается Украинская Центральная Рада, орган общенационального самоуправления. И возглавить его должен всенародно известный и уважаемый лидер. Создатели Центральной Рады вспомнили именно о Грушевском. Никто так не подходил для роли национального вождя, как Грушевский, писал известный политический деятель тех лет Дмитрий Дорошенко. У украинцев не было другого выбора, как избирать первым Грушевского. Если бы не вся эта предыдущая 20-летняя работа Грушевского, никто не говорил бы, что Грушевский является отцом украинской нации. И никто бы его не избрал, фактически заочно главой Украинской Центральной Рады. Просто на тот период не было другого человека, который был бы настолько известной личностью в украинском обществе, чтобы ассоциировалось фактически с украинским освободительным соревнованием. И для украинцев, и для неукраинцев, которые старались эти соревнования максимально притупить, победить. Я имею в виду русские имперские силы, польские имперские силы, и поэтому Грушевский не мог не быть первым лицом в государстве 1917 года. Кроме всего прочего, Грушевский был той компромиссной фигурой, которая устраивала и левых, и радикалов, и центристов, и правые силы, которые объединились в Центральной Раде. Грушевский, по своим взглядам, был центристский человек. Он поддерживал центристские силы до революции и с ними же олицетворял себя. Это человек, который до революции выступал, в принципе, за частную собственность. Это человек, который в то время находил общий язык с русскими кадетами. Они тоже были центристской силой, но, с другой стороны, он поддерживал и социал-демократов. Много социал-демократов работало в его учреждении. После избрания Грушевского на его московский адрес начали приходить многочисленные телеграммы, где высказывались просьбы, чем быстрее возвратиться в Киев и возглавить Украинскую Центральную Раду. Прихватив с собой лишь самое ценное – книги, он отправился в Украину. Его должен был встречать весь Киев, но по дороге вагон сгорел, и ему пришлось добираться едва ли не пешком. Когда же все-таки пришел на вокзал, то уже никого не было. В городе глубокая ночь, и он уже самостоятельно добрался домой. Первые месяцы после возвращения в Киев – это было время триумфа Грушевского. Ни одно большое общественно-политическое народное собрание не обходилось без Грушевского. Он всегда был на первом месте. Он с вдохновением выступал перед присутствующими, рассказывал о цели революции, призывал соотечественников активно строить новую Украину. Однако, пока что, как автономию в составе России. Этот постулат Украинская Центральная Рада зафиксировала в своем первом государственно-политическом акте 10 июня 1917 года, который получил название «Первого универсала». В то время о полном отделении Украины от России большинство политиков даже не задумывались. Но Грушевский смотрел далеко вперед – в будущее. «Большинство руководителей Центральной Рады боялись провозглашать самостоятельность. Они думали, что все население Украины ее не поддерживает. И, собственно, Грушевский, как человек, который до революции фактически был творцом идеи получения независимости через этап федерализации. Он сам по себе был человеком здравомыслящим. И даже когда началась война с Красной Россией, он понимал, что только как независимое государство Украина сможет себя защитить». Негативная реакция на провозглашение Украины автономии не заставила себя долго ждать. Временное правительство и русская пресса на перегонки соревновались в обвинениях украинцев в измене, прорыве фронта и других смертных грехах. Отстаивая позиции Центральной Рады, Грушевский доказывал безосновательность выдвинутых обвинений, подчеркивая при этом, что «мы как раз и думаем, что Украина не только для украинцев, а для всех, кто живет в Украине. И любит ее, с любовью хочет работать на благо края и его жителей. И каждый, кто разделяет такие взгляды – дорогой соотечественник для нас, независимо от того, кто бы он ни был – великоросс, еврей, поляк, чех». После разгона большевиками учредительного собрания в Петрограде четвертым универсалом 9 января 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, ни от кого независимым, свободным, суверенным государством украинского народа, а исполнительный орган – Генеральный секретариат Советом Народных Министров. В ответ на такие события 16 января 1918 года киевские большевики подняли восстание, которое было подавлено войсками Центральной Рады. Внешняя угроза, прежде всего со стороны большевистской России, заставила представителей Центральной Рады уже 27 января 1918 года подписать в Бресте мирный договор с Германией и Австро-Венгрией, на основании которого Украинская Народная Республика была признана независимым, равноправным государством. В ее состав вошли Холмщина и Подляшья. Германия и Австро-Венгрия взяли на себя обязательство помочь Центральной Раде освободить территорию УНР от большевиков. Советская историография утверждала, что это был акт капитуляции, акт измены. Но на самом деле немцы это была единственная сила, которая могла в тот период остановить большевистское наступление. Собственно, именно эти вооруженные силы потом отбросили большевиков за пределы этнических границ Украины. Такая же ситуация была в Белоруссии и в Прибалтике. Прибалтика тоже старалась опираться на штыки немцев, и Прибалты все-таки свою государственность удержали. 20 лет существовала Прибалтийская государственность. Могла бы существовать и Украинская государственность, если бы в то время были немного другие обстоятельства. Но в обмен на присутствие иностранных войск Центральная Рада обязалась поставлять в Германии и Австро-Венгрии зерно, пшеницу, рожь и очмень. Грушевский, кстати, не очень. Был доволен тем, что пришлось обратиться к немцам. И он старался максимально оттянуть время для такого обращения. Потому что он знал, что будут обвинения в адрес Украины в измене общероссийских интересов. Но в той ситуации, которая сложилась, Украина другой возможности просто не имела. Последним аккордом политической деятельности Михаила Грушевского, как главы Центральной Рады, можно считать принятие 29 апреля 1918 года Конституции УНР. Согласно этому документу, Украина стала суверенным парламентским государством и гарантировала права всем народам, которые проживали на ее территории. Власть разделялась на исполнительную, законодательную и судебную. Верховным органом УНР провозглашалось Всенародное Собрание. Под руководством и более активным участием Михаила Грушевского Центральная Рада всего лишь за год преодолела путь от первых попыток получения автономии Украины до провозглашения Суверенной Украинской Народной Республики и принятия ею Конституции. С приходом к власти Павла Скоропадского Михаил Грушевский прекратил свою государственную деятельность. Опасаясь преследований, он был вынужден перейти на нелегальное положение. В подполье Михаил Сергеевич продолжал заниматься научной деятельностью, но отказался от предложения войти в состав Академии, которая была основана Скоропадским. Через год после упомянутых событий Грушевский эмигрирует в Австрию и там работает над большим проектом «История украинской литературы». Мечты о завершении истории Украины Руси так и остались неисполнимыми мечтами. У него просто не было возможности работать в украинских архивах. Ученый задумывался о возвращении на родину, хотя и остерегался того, что большевики могут его преследовать. 28 ноября 1923 года Президиум Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета утвердил охранное письмо, в котором указывалось, что никаких преследований за предыдущую деятельность относительно Михаила Грушевского советская власть не допустит. Грушевский возглавляет кафедру истории украинского народа, ряд комиссий и секции Академии наук, восстанавливает издание журнала «Украина». В марте 1929 года его избрали академиком Академии наук СССР. Большинство эмигрантов восприняли его возвращение как признание большевистского режима. Хотя в тот период возвращение в Украину требовало определенной смелости и отваги, чем остаться в эмиграции. У него были очень хорошие предложения. Одно из них — работать в Украинском свободном университете. Второе — преподавать в одном из американских университетов. И он, безусловно, если бы переехал в Америку, то получил бы такую должность, очень хлебную. И у него и деньги были в эмиграции. Он мог остаться. Но в этой ситуации он сам говорил — надо быть со своим народом. Почему? Грушевский не надеялся, что власть большевиков была настолько крепкой. Тогда, как известно, в эмиграции была политика изменения вех. И не только Грушевский, а многие из эмигрантов надеялись, что власть большевиков падет и нужно быть в Украине, для того, чтобы возглавить новейшую украинскую освободительную борьбу. Но Грушевский никак не ожидал, что советский режим прибегнет к массовому террору. В 1929 году его вызвали в Москву, где следователи ГПУ старались сделать из него руководителя выдуманного украинского национального центра. Дело в том, что некоторые марксистские историки выступили с критикой работ Грушевского и его коллег. Эти так называемые оппоненты указывали на недооценку социального классового фактора, подвергали критике буржуазную ограниченность лидеров украинского национального движения и делали упор на значении российско-украинского революционного сотрудничества. Несмотря на многочисленные обращения к власти, в Киев Грушевский так и не вернулся. Во время лечения в Кисловодске 24 ноября 1934 года он скоропостижно скончался. Очевидно, ему помогли умереть, безусловно, так как операции по удалению Фурункула не были опасными для жизни. Но после проведения операции ему стало еще хуже. Есть версия, что все эти операции напоминали ситуацию с Михаилом Фрунзе, когда ему в 1925 году тоже помогли умереть. Спустя некоторое время после смерти было объявлено, на что Грушевский руководил нелегальной буржуазно-националистической организацией. Из-за этого в Советском Союзе все его произведения были запрещены, а большинство родственников и друзей репрессированы. Среди них была и родная дочь Екатерина. Она была известным культурологом, социологом, фольклористом. После смерти отца продолжила его научную деятельность, но погибла в ссылке в 1943 году. Позже было категорически запрещено даже упоминать имя Михаила Грушевского, поэтому сегодня до сих пор не изучено его творческое наследие и деятельность на посту руководителя независимого украинского государства. В сентябре 2016 года Грушевскому исполняется 150 лет со дня рождения. Накануне в Украине состоятся международные и отечественные научные конференции, где должны быть обнародованы новые факты и свидетельства из научной и государственной деятельности великого украинца.